Бух говорит, когда тебе тяжело, ты можешь найти силу в намазе. Когда тебя одолевают какие-то страсти, какие-то склонности, от которого тебе будет плохо, намаз очищает от этого. Бог говорит. Значит, намаз, еще раз говорю, это не просто ритуал какой-то, который совершается, как, например, там можно взять, там, перед едой воду выпить. Это путь к счастью, потому что намазе ты получаешь от Бога утещение, что завтра тебе будет хорошо. Есть ли ты в течение дня, когда ты занят разными делами, у тебя нет постоянного в голове мысли, что вот сейчас, или через час, или через полчаса я должен просить у Бога, чтобы дальнейшие пять-шесть часов были у меня благополучны. Иначе Бог не пойдет ко мне навстречу. Если я постоянно знаю, что если я сейчас занимаюсь очень важными делами, но не ищу опору воли Бога, и мои дела тогда не действуют, если я не знаю, тогда мои дела действительно не действуют, и я совершаю действие, результат которого я не знаю, будет благополучным, потому что я его делаю, и я отвечаю только за то, что благополучным. Но когда, какое бы дело ни было важным, вдруг я остановился, потому что я понял, что любое важное дело, оно, результат ее зависит только от Бога, А Бог это мне говорит, что результат всех деяний зависит от Бога. Вот я останавливаюсь, что бы я ни делал, потому что знаю, что без Бога ничего у меня не получится. И я должен сейчас показать, что я понимаю это, что я действительно знаю, что без воли Бога, без Его гора ничего у меня не получится, ничего хорошего не получится. Вот в чем суть намаза. И человек, который не делает намазы, он просто поворачивается, и Бог говорит, что я без себя могу прекрасно обходиться. Почему так? Потому что наступило время намаза, вот с темнением. Бог говорит, что когда наступает темнота, день переходит в ночную мглу, оставь все дела и обратись ко мне, я отвечу. А что ты делаешь? Наступает темнота, день переходит в ночную мглу, ты идешь и обращаешься к какому-то человеку, который тебе, ты считаешь, что он поможет. С ним беседуешь, смотришь телевизор, что-то другое, кушаешь для того, чтобы организм у тебя был здоровья. И тогда, тогда, значит, у тебя глаз не открылся, и тебе Бог не нужен. Потому что ты съел очень важную для себя еду, а здоровье, результат твоего здоровья зависнет. Любое дело, какое бы ты ни начал, результат его зависит не от тебя. Потому что ты никогда не знаешь на сто процентов, что происходит сейчас с тобой. Что тебе нужно, и что происходит в мире. Ты не знаешь. Может быть, сейчас тебе, наоборот, не надо было есть, а остаться голодом. Или, наоборот, сейчас надо было есть. А ты постоянно сидишь, думаешь о своем здоровье. Вот есть люди, которые целый день только думают о здоровье своем. Это можно есть, это нельзя есть. Так я буду есть, так буду есть. И все это, забота о своем здоровье, о своем благополучии, затмевает истину. Истину, которая заключается в том, что пока Бог тебе не поможет, ничто тебе не поможет. А если Бог тебе не поможет, никакого счастья тебе не поможет. Потому что счастье – это состояние души. Это не состояние тела. Состояние души. Душа, она не подчиняется никаким законам материалам. Душа – то, что Бог сказал, что я создал вас материальной, в материи, и вдохнул от своего духа. Вот этот дух, эта душа, когда она, желая, человек счастлив, когда она замертвела и оказалась под материальными заботами, человек никогда не может быть счастливым, потому что счастье – это только от одного источника происходит, от души. А Бог отдал от своей души, от духа своего людям, чтобы они счастливые были, если у них душа не осталась в любви. Поэтому вся суть наших отношений к Богу, она концентрируется, выражается в том, делаем ли мы намаз и насколько мы искренним намазом. Действительно ли для нас намаз – это единственное источник счастья? Не в том смысле, что намаз совершит счастливость, а потому что в намазе ты просишь от того, кто только может тебе дать счастье. Просишь, чтобы ты был достойен этого. Ты не говоришь, что дай мне в любом случае счастье. Ты просишь, чтобы он тебе помог быть достойным. Это слова намаза. Где человек говорит, веди меня истинным путем. Истинный путь что такое? Истинный путь – это путь счастья. Это же не путь физического, математического решения. Истинный путь – это путь счастья, к нравственности. И Бог об этом говорит. Что только намаз и добро может сделать вас счастливым. Значит, все наше отношение к Богу, вся наша вера, она концентрируется в намазе. Поэтому намаз – это единственная вещь, которая всем обязательна и всегда его надо делать. Все остальное зависит от условий. Ты не можешь уруч держать, если в определенном состоянии у тебя. Ты там, я не знаю, где-то пути находишься, ты не можешь его держать. Ты там, ты целый день работаешь, ты его не можешь держать. Ты не можешь хоть ездить, потому что, знаете, денег нет, условий нет. Все абсолютно можно оправдать, если для этого есть оправдание. Отсутствие намаза невозможно оправдывать. Никак не оправдывать. Потому что ни болезнь, ни состояние, ничего не может тебе помешать. Когда наступает время намаза, внутренне обратиться в взор свой к Богу и сказать ему, что я знаю, что предстану перед тобой, что только ты будешь оценивать меня. Только ты можешь вести человека к счастью. Прошу тебя, веди меня. Вот в этой суть намаза. И человек, который не делает намаза, он не может сказать, что я делаю, что я действительно преклоняюсь перед Богом, предаюсь Богу. Значит, он же не понимает просто, что бы предаться. А человек, который не говорит, что я предаюсь Богу, поклоняюсь. Этот человек просто не знает, от чего зависит его счастье. От чего зависит счастье. Это первая сторона. Вторая сторона, которую Бог говорит, помните, я вам сказал, что совершая намаз, твори добро, и может быть, будешь счастливым. Второе – это творение добра. Это наше отношение к людям. Спасибо. Спасибо.